Дорогие телезрители, мы напоминаем вам, что сегодня 27 октября, это ровно трехсотый день года и соответственно до конца года остается всего 65 дней. Отлично, друзья. Ну и какие события произошли на сегодня, я хочу некоторые из них подчеркнуть. Сегодня всемирный день аудиовизуального наследия, представьте. Помимо этого, Алжир сегодня отмечает день посадки деревьев, а Туркмения празднует свой 24-й день независимости. Днем независимости, наши дорогие туркмены, можно сказать. Да, уважаемые телезрители, мы с Аркином придерживаемся того мнения, что каждый день является особенным, а насколько он особен для вас, это, конечно, зависит только от вас. Поэтому мы вас ознакомим со всеми теми новостями дня, которые именно 27 октября случились, да, но все остальное закладывается. Да, Юля, я хотел бы напомнить, что историю можете сделать вы сами. Конечно, творите. 27 сентября 1873 года американский фермер Джузеф Глидден патентует колючую проволоку. Патент был выдан 24 ноября 1874 года. Это изобретение получило широкое применение и революционно изменило жизнь на просторах великих равнин США. В 1984 году состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. 27 октября 1782 года родился Николо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, гитарист-композитор. Первоначальные навыки игры на мандолине и скрипке он приобрел под руководством отца, брал уроки у нескольких учителей и старательно занимался самостоятельно. Уже в 11 лет концертировал в Италии, а с 16 и в других европейских странах, завоевав мировую славу. В этот день в 1944 году на свет появился Николай Караченцев, советский-российский актер театра и кино. Певец – народный артист РСФЦР. Актеры начал сниматься в кино с 1967 года. Известность и популярность принесли ему роли в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Многие из этих картин становились лауреатами различных кинофестивалей и конкурсов, были отмечены премиями и наградами. В 1858 году родился Теодор Рузвельт, 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии. 27 октября 1978 года на свет появилась Ванесса Мэй, английская скрипачка китайского происхождения. Субтитры создавал DimaTorzok